Охо-хонюшки, охо-хо. 1940 год Покарт. Вообще, на самом деле, сегодняшняя серия мне больше напоминает роман Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Годы, в принципе, подходящие. Тот же самый гараж. Палыч, кстати, история любви. Он скоро женится. Ты читал Эрих Мария Ремарк? Нет. Ну и слава богу, потому что в этой шляпе ты все равно похож на мексиканца. Какая разница? У нас есть проблема. У нас есть Покарт с 1940 года. У Покарда окочурился топливный насос. То есть топливо у нас не идет. Ко всему прочему, он сразу 6-вольтовый. Здесь мы видим какие-то уже следы ремонта. А проблема в том, что буквально через пару дней этот замечательный Покарт 110 снимается в кино. Я забыл. Как фильм называется? Берлинская жара. Опять же, Эрих Мария Ремарк. Круто. Берлинская жара и так далее. Палыч, ты посмотри, какая шильда. Ты просто посмотри, какая красивая шильда. Сейчас. Покарт Мотор Компани. Детройт Мичиган. Детройт уже практически все. Номер кузова. Что, что? Номер кузова. Ты не заметил его. А, вот это номер кузова. Что это я не заметил? Нет, я не заметил, честно говоря. Почему сейчас такой вин не делают, а? Вот это вот. Прикинь под лобовым стеклом у тебя такая. Да, 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 да. Да, но здесь, на самом деле, да, номер кузова тяжело вообще не заметить. Покарт не сгнил, понимаешь? Да, нет, нет. По Картам хорош. По Картам хорош он выжил, но, к сожалению, у нас есть... Что есть? Лёгкие проблемы с комплектующим в рамках бензонасоса. Может быть, контрактные запчасти из Японии в лице мексиканца Юрия Павловича нам изобретут топливные насосы по Картам 40-го года? Давай воткнём что-нибудь попробуем. Я понимаю, что ты скоро женишься, но вот давай воткнём что-нибудь попробуем. Ну, я тебе дам насос, а ты попробуешь. Хорошо, давай. Ты можешь съездить, кстати, в киоск и купить ремкомплект какого-нибудь Зиловского. Мы попробуем изобразить, потому что... Я боюсь, если я приду и скажу комплект Зиловского, меня не поймут. Тебя не поймут, да. Это бывает. Расскажи историю. Дело в том, что Александр Иванович очень сильно сведущ вообще в истории этих американских автомобилей, и вообще в рамках бренда. А я американц занимаюсь сильной стороны, я больше по немцам, но, тем не менее, будьте любезны. Это производитель Покарт 110 рестайлинг. До 1957 года существовала фирма, после чего она, в принципе, исчезла. А почему? Почему, кстати, Покарт кончился? Ну, во-первых, Покарт всегда позиционировался с каким-то брендом, который был рядом с Роллс-Ройсом, Кадиллаком. То есть это был очень серьезный автомобиль. А теперь мексиканцы. Ну, простите. Которые покупали главы государств, какие-то высшие чиновники. Но когда в Великую депрессию надо было выходить из кризиса, потому что машины дорогие, они у всех были деньги, так сказать. Они создали этот маленький Покарт, и его мог позволить себе, в принципе, любой, впоследствии адвокат, какой-то юрист, ну, среднего звена, так сказать. Руководитель. Получи, имеешь в виду. И бренд Покарт, да, он мог себе позволить это на то время. И бренд Покарт уже не стал Покартом, то есть он уже стал дешевым автомобилем, как... А, ну, для всех, да? Да, сейчас таксист каждый будет... На Роллс-Ройсе гонять, да? Да, какой-то Роллс-Ройс. Согласен. Вот, они пытались, конечно... Да, подожди. Они пытались, конечно, выйти из кризиса продажи автомобилей и скооперировались со студиебекером. Так. Но американская тройка, конечно, они же составляли конкуренцию неплохую такую. И они его, получается, пустили клич о том, что машины больше не будут производиться. А, да ладно, то есть такая информационная война. Информационная война привела к тому, что покупать их перестали. Удобненько. Потому что запчасти люди стали бояться. Ну, что, типа, негде будет обслуживание, не дилеры, да-да-да-да. Да, и в 1957 году последний Пакарда вышел с конвейера. У нас с 40-го года. До конца Пакарда остается буквально 17 лет. Мне нравится. Прикинь, так едешь, такой чё? Давай свадьбу на таком тебе будем катать. Да я уже договорюсь, договорюсь. Когда на него поедете, здесь рулевая колонка на Пакардах. Не знаю, вот на Кадиллаках нет такого. У них так ощущение, что гидроусилитель стоит. А, легко вращается? Очень, очень легко. Палыч, ну сиди, пожалуйста, в магазин. Ну, пожалуйста. Я напомню, что ты акцентрировал внимание на рулевой колонке. Благодарю вас. Палыч, ну сиди в магазин, а может на него комплект насоса. Если сейчас он подойдет, то будем... Давай другой напрямую воткнем какой-нибудь, да и все. Так найди, блядь, другой насос. Это 6-вольтовая машина. Саня, а вот это что такое? 6-вольтовая. Что у меня 6-вольтовая есть? Нифига себе. Ну-ка еще раз. Вот это что за штука такая? Капот открывать. Сижу, шучу, шучу, шучу. Это у нас ручник. Ручник такой? У нас тебя есть потом? Здесь есть, здесь есть. Все же просто, Палыч. Нет, там такая такая... И погнал. Электронный здесь. А здесь 6-вольтовый. Почти. Да, и смысл в том, что поскольку автомобиль аутентичный, достаточно сохранился, и он действительно 6-вольтовый, и дальше как на старых москвичах. То есть у нас получается, что плюс идет по кузову, а минус идет по проводам. Как-то наоборот все. Да, веришь в это? Не знаю, давай попробуем. Аутентичность установлена была. Дай попробую. Ну, короче, как-то так. Ладно, сейчас будем заниматься. Посмотрим, что будет. Вообще, Александр Иванович, я знаю, что предлагаю. Пока Палыч сейчас, конечно, отказывается, но сейчас он пойдет в магазин. Давай, дадим ему бутылку. На бутылке чухнем. Если он на бутылке заведется, то, соответственно, будем изобретать все остальное. Потому что здесь и генер 6-вольтовый, и стартер 6-вольтовый. Короче, машина такая, какая и должна быть. А ты знаешь, что Покарт... Ты не слышал ни разу, как он работает? Нет. Покарт всегда стремился к тому, чтобы был слышен только треск свечи. Ну, они почти добились этого. Я думаю, конкурентов в этом направлении не было вообще по стешению мотора. Наверное, машинчик. Да все старые моторы тихие, мыслы есть. Не все. Ну, Кудилак. Ну, Кудилак, да, Пограммчик. Мне же дудки нравятся. Пограммчик. Пограммчик. Пограммчик, нормально, да? Да, кстати, им тоже столько желез, сколько ему. Угу. Кстати, чуть-чуть похоже, как на Победах. Прямо очень похоже. Кстати, где мой дудки с Победы? В смысле, ты дудки с Победы отработал? Да, я где-то потерял на складе, найти не могу, я хотел в песок это реставрировать. Ты отработал дудки с Победы? Вон, стой, да. Оля, ты мексиканец. Кстати, машина считалась очень маленькой. Маленькой? Да. Да нет, он нормально. По сравнению со 180-м? По сравнению с вашими японцами, Юрий Палыч? С нашими японцами всё хорошо. Даже предусмотрено под ноги Палычка. Да, 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 удобненькая такая мини-атаманка. Ладно, будем изобретать. Сейчас посмотрим. Ну, тачка огонь, 110-й по карте. Наша задача во что бы то ни стало сегодня на нём и ехать. Не мытьём, так катанём. Это прям важно. Надеюсь, всё будет хорошо и серий будет короткий, правда. Вот что семейная жизнь сделает. Палыч приехал на акценте. Смотри, какая аэрография ногопойная. Где? Ёпти, мопти. Ну всё. Подожди. О, видишь? Был пацан и нет пацана. Пойдём на Мермодесе. Давай, давай, ждём. Старый проверенный дедовский метод. Значит, наливаем на бутылку, самотёком пойдёт. Если ничего не потечёт, значит, карбюратор исправит. Аккумулятор у него где? Справа, слева? Слева. Слева под водителем. Вот аккумуляторный ящик. Так. Аккумулятор у нас... Да. Братцы, вы не поверите, вот это аккумулятор на Покарт. Да. Нет, безусловно, раньше они были больше. Вот. Но сейчас пока будем использовать этот. Сейчас его быстро высосет, перейдём на береговое. Так, а что тут плюс, что тут минус? Можно мне консультацию получить? Плюс на раме. О, блядь. Это уходит в заднюю часть автомобиля. Не, я понимаю, что плюс на раме, они просто оба чёрные, и я не вижу, какой к раме привёрнутый, какой не к раме. Просто не знаю. Короче, ближний. Так, что здесь плюс? Дальний, это плюс. Вот это плюс? Вот это плюс? Да. Да. Это минус. Ну, практически как на гулях. Ха-ха-ха. Чёрный. Вернее, плюс коричневым делают, суки. Сейчас поставим. Минус. Опачки. Теперь плюс. Опачки. Хорошо. Отлично. Александр Иванович, покрутишь? Я посмотрю, что там заработает, что нет. Вообще, не будет электричество? Нет, мне интересно. Что-то... А, нет, есть батарея, есть. Здесь же тоже кнопка, да? Здесь же не ключом? Всё, хорошо. Давай. Не говори. Так, ну давай посмотрим. Мы начнём вращение двигателем. Можно? Да, да, да. А попедалировать там подсос под накачай газом? Здесь, кстати, подсоса нет. А, нет подсоса? Прекрасный выбор. Он автоматический, наверное. Здесь-то вон заслоночка есть. Понял. Я, пожалуй, посмотрю искру. Так, свечки у нас 16-й. Обратите, ёмки и провода. Я таких, честно говоря, не видел. О-о-о. А у нас таких свечек-то и нет. Интересно. Так, сейчас вытащу. Опа. Свечки Чемпион. Я реально таких никогда не видел. Такие свечи мы не изобретём. Так, ладно, проверим искру. Одной рукой, конечно, неудобно. Многие пишут. Герой Александрович, купи налобную камеру. Крепление, вернее. Так, а что, какой смысл, если здесь шляпа? Так, что здесь? Александр Иванович? Да. Вращайте барабаны. Я хочу, чтобы меня сейчас током ударило. Я готов. Давай. Давай. Давай, не крути. Есть хорошие новости, есть плохие. Давай. Компрессия есть, искры нет. Так. Не знаю, сейчас я открою трамблёр. Посмотрим, что там в трамблёре. Самое мерзкое, что он шестивольтовый. Нет, трамблёр это похеру, катушка шестивольтовая. Так. Осторожненько. Здесь всё достаточно неплохо. Контакты. Катушка. Катушка. Так. Надо контрольку и искать электричество. Сейчас будем смотреть. Так. Это пока вот так. Бегунок. Да нет, бегунок чистый. Угу. А у него нет никаких предохранителей, что-нибудь такое? Предохранители. Тепловые только. Включено. Да? Да. Сколько их там? Два. Два. Ладно. Контролька. Контролька. У нас же здесь получается всё наоборот. То есть у нас минус это плюс. Вот здесь мы возьмём. Так. А включи, пожалуйста, зажигание. Где бы плюс-то взять. А вот батарея. Да. Включай. Включил. Так. Что у нас? Ничего. О. Контакт плохой. Да. Действительно. 6-ти вольтовый АКБ. Немного, немало. Так. Катуха. Плюс на катушку. Нас с вами интересует плюс на катушку. Ага. А зажигание включено, да? Да. Серьёзно? Как интересно. Это прям очень интересно. А. Ну да. Это же минус. Всё логично. Ну да, да, да. Дебил. А я плюс ещё. Как бы это... С непривычки. Такой диссонанс. Я жду, что загорится красный светодиод. А на катушку-то минус. Плюс-то на корпусе. Горит зелёный светодиод. Горит зелёный светодиод. Это значит, что питание на катушку приходит. Сейчас контакты почистим. Посмотрим. Давай. Давай. Дичём. Простите, но это очень смешно, когда обычно по обычной схеме всё как-то иначе работает, а тут логика ломается. Эрик Мария Ремарк. Где наш... Джосик Спэк. Мексиканец. С запчастями. Я зажигание включаю? Да, да, да. Вырубай. Вот. Всё-таки... Не знаю. Говорите, что хотите, но мне вот примитивные технологии нравятся. Сейчас мы контактики почистим. Щупы я взял. Выставим зазорчик. И будем попробовать. Да. Тем временем, братцы. Вы, как опытные люди, напишите, какой должен быть зазор. Вы же знаете, это всё мы сейчас отрегулируем и попробуем. Попробуем. Я очень хочу, чтобы меня сейчас ударило искрой. Александр Иванович, масса есть. Контакты чистые, зазор выставлен. Маловероятно, что запустится, но хрен его знает. Крутите. Вращайте барабан. Вентилятор не намотала бы на вентилятор. Что случилось? Закрылки выпустил. Да пора, давай. Еще. Не видно. О! Еще разочек. Просто космическая искра. Да, есть искра. Отлично. Сейчас, подожди, я свечку верну. Так. Ну-ка ся. Опачки. Ну, давай, родной Покарт. Я готов. Я тоже. Топливо. Ну, вроде нормально. Но, но. Видимо, аккумулятор Алис. Там он совсем чахлый, я в него не верю. Но если что, береговой есть. Искра есть, топливо есть. Надежда умирает последний. Чудо не приходит. О! 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 Ё-моё! Да! Охренеть! Ха! Какой он, да? Да ладно! А, Сань, глуши, у нас бензонасоса нет. Как масло не может. Там уже это по отверстию. Ё-моё, он работает. А, нам нужно изобретать бензонасос. Надо звонить Палычу. Спрашивать, где он там. Ну, наконец-то, Юрий Палыч. Не прошло и полгода, да? Ты ж мой герой. Я не мог объяснить, что мне надо. Ремкомплект топливного насоса сносил. Попробуем. А, ваша шляпа. А, ваша шляпа. А, сэр. Спасибо. Помнишь, как человек из Бульвара Капуцинов? Ваш бифштекс, сэр. Как-то там надо как-то всё так, да? Не-не-не, он был мексиканец. Ха-ха-ха. Да. Ладно, сейчас я разберу и посмотрим. Надеюсь. Я научился объяснять, что мне надо. Ничего страшного, Палыч. Ты со своим... За кадилой играл. Он был вот так и объяснял. Что за хрень? Что-то интересное. Ладно. Сейчас мы его раскрутим, да посмотрим. Да, Палыч, ты видал как работает? Работают профессионалы. Тут кино снимем, еще и на свадьбу Палыча покатаем. Я не шучу, он реально решил жениться. Когда свадьба? Палыч, не уходи от ответа. Когда свадьба? Что он так работает? Ну, это же не японская техника. Свадьба когда? Давай еще раз. Давай. Подожди, подожди. Я это... Изучаю технику. Ты бы все настроили. Свадьба когда? Подожди, подожди. Короче, Палыч всецело пытается отпетлять от этого. А в телеграмме, в нашем телеграмме, вот QR-код видите на экране. Ссылочка будет в описании. Там есть видео, где Палыч прям клялся, что скоро будет жениться. Я вообще-то от своих слов никогда не отказываюсь. Ты лучший. Но это секрет. Нифига, он слипся. Я вроде все отвернул. Сколько лет-то вообще? О! Аккуратно. Таким звуком-то, да? Шпак. Я думал, фонку надо брать подковыривать. Так. Аккуратно. Так. 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 Я понял. Сейчас подождем. А в принципе, технологии-то те же самые. Абсолютно. Где клапанат есть? В прокладочке, да? Палыч. Абсолютно. не то ну как сказать практически нет есть нюансы блин здесь за мелким исключением или нет сейчас подожди подожди я примерю ща 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 здесь мембрана целая на удивление вот наша проблема клапана но не даже видишь их можно снять и промыть ты хороший мужик это все прекрасно но что но не получилось здесь смотри все проблемы видишь это уже нового образца здесь вот такие вот клапаночки значит сюда а нужно вот такие нужно вот мы сейчас посмотрим промоем на всякий случай только не говори мне второй раз ехать а вот не потому что не придется у нас же большой склад нам нужен какой-нибудь отечественный топливный насос и чем старше чего лучше и как раз вот эти клапаночки вот эти клапаночки если что мы их переставить у нас будет топливный насос смотри да видишь он уже все брану реки и моды треснутый проблему в этом просто не на чвах и потому что клапана клапана не держит работают присядут палыч настроение марика резко улучшилось ну ты придумайся сороковой год а мы прям сейчас запчасти на него изобретем только бак не меняется почему бак не меняется то что с топливным насосом такая борода понятно есть волговский конец насос из каменовика волговский прям волговский уазиковский такой старого образца это для красоты короче сейчас найдем как так да что ты ржешь то он точно такой же просто кверх ногами стоит эти базари там клапана такие же очень скоро мы в этом убедимся сейчас вы кто снимем понимает у меня вопрос как ты вообще это нашел так мы здесь не первый раз уже провели какую-то инвентаризацию запчастей которые нам могут пригодиться поэтому он так вот так все никаких трудностей зато в каких кустах господи вот как хорошо что есть унификация не то что сейчас понимаешь от одной чахотки на другую чахотку не подходит муля пацаны если подойдет будет вообще огонь ну не насос в целом нас интересует только клапана который находится внутри целом не подойдет стопудово сантил не подойдет потому что он по-другому расположен хотя можно сравнить эти самые как его язычки и все остальное если подойдет палыч просто мага за новым насосом и все а если нет то просто возьмем отсюда клапана ну или с какой-нибудь другого тут моторов хватает нифига они такие же просто видишь этот развернут поскольку стоит кверх ногами а волговский он стоит вот так колбой наверх а так почти все одно и то же просто реально развернуто я вам базарю там клапана должны быть одинаковые если там они одинаковые это просто джек-пот так если двигатель перевернуть может он тоже одинаковый но скорее всего мы сейчас можем собрать из 2 1 но во всяком случае что-нибудь придумаем главным сейчас подходила если что насос такой найдем хотя есть нюансы ну да ладно посмотрим кто смотрит белый весь там зима еще хватает снежин да это ерунда почистим здесь сейчас потом если что получится может сейчас смело ехать за насосом как это да ладно иди просто еще один отверни там еще я видел моторы волоски где там на территории давай этот попробуем раскручивать ой да это фигня смотри самое главное она там есть копия волга это да короче сейчас эти клапаночки мы найдем в крайнем случае магазин съездим но поскольку нам нужно более аутентичное здесь уже пластик за странцы там есть еще один иди снимай где в каких кустах вот в тех кустах там есть там как раз вот есть у нас один схрон не наступи смотри знаю я одно место с кустами с офигенными бензонасосами не наступи реальность сейчас на лица берем да отлично 6 говорил целый гектар запчастей насос ищешь да хорошо а он здесь здесь его нет он уже отвернут и просто везучки даже откручивать не пришлось смотрел тот хорош этот хорош на секундочку с первой серии отлично это будет потому что я трещотку в руки взял на франку конечно ты лучший вот они вообще сотри палочек один в один просто control c control и только пластинка другая смотри могу первой серии то дали значит только что сделать это был немножечко шлицы забиты мы все ну что я могу сказать теперь ты уже хрен получат свадьбы отверстишься . есть она и в кино снимется еще раз опачки и здесь видишь он даже не сухой он был в бензии который не уйти да все странно что он там есть но советская техника ничего такой да вроде то сейчас мы все это помоем и туда поставим и все фурычит ветерок камеру есть контакт мы снова в режиме онлайн прокладочка сейчас обезжирим герметиком собираем красным герметиком ни в коем случае будем пользоваться ветерой хотя можно взять и казанский как раз для волги смех дурацкий герметич ничего не поделаешь все отлично кто бы мог подумать красота хочет бензинасос перекрутить нету пока желание неудобно конечно нет еще есть определенного рода комплексы с ростом крыло то большое приходится на табуреточки полочек ты что такое несешь то какая какую нет какие мерзости ты говоришь я про табурет говорю слава богу выкрутился наш мексиканец но в общем и целом construction complete я как всегда весь и старался потому что не очень удобно не трогай фару юрий палыч на хромяшки александр запускаете двигатель сейчас посмотрим как это будет но 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 а лететь колотить но все закрываем кастрюлю масло там есть можно пробовать ехать а а у нас вода то есть антифриз над залить да сейчас зальем там есть чем пробки все глуши до саня он пустой сейчас его не угомонить бы да здесь нету ничего надо налить не мигает не мигая вода да 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 вот да нет ни хрена ну ничего страшного все зальем да нормально отлично я бы не попадает но попробуйте только сказать что мы сегодня не красавчики изобрели бензонасос 1940 года пока показал смогу ну как тебе отлично начальство должно ездить сзади но вообще там если верить роману эрих марии ремарк там до этого еще надо жить но тем не менее в общем едем мы с кайфом прибор у нас все хорошо зарядка идет на джицы давление масло хорошие все хорошо температура двигателя тоже но больше всего мне нравится печка это регулятор начаться оборотов а вот это вот самое прикольное вот это вот как вы думаете что это радиатор печки как комод здесь открыл водителю здесь пассажиру здесь собственно говоря в ноги зубы почистил погрелся закрыл комодик зубную щетку убрал закрыл гениально александр иванович что вы чувствуете когда ведете юрия палыча получается так что на этом месте сидел водитель а в те времена водители вообще ни за что не считали я тебе больше того хочу сказать нас палыч в принципе так то него что него что не стоит особенно после путешествия в усинск вы меня кинули я потерял документы палыч рычаг ты кривой продал бы ты серьезно какая дичь латый бизнесмен особо там никто не заботился до комфорте водитель ну да говорят да 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 дай парились вот это просто космос хочешь прыгать да хрен тебе ты жених давай еще рано с низов 4 литра 100 лошадиных сил всего 100 лошадиных сил но не помню сколько крутящего момента но дофига и при всем при том руль крутится просто вот одним пальцем одним пальцем крутится руль как будто есть гурну гура здесь нет видимо действительно червяк там достаточно хороший большая червячная передача боже мой ребята я на самом деле жалею только об одном что в силу нашего возраста мы пропустили практически золотую эпоху автомобилестроения потому что сейчас все что происходит современными автомобилями с японскими там юрий павлович и так далее это просто полный шлак на мерседесы что тойоты чтобы вы вся вот эта вот хрень это полная фигня а вот это это автомобиль с большой буквы а жалко что они обанкротились безумно жаль но тем не менее как говорится товарищи лица братцы наше почтение господа мы имеем эту возможность для прикоснуться к времени не говори ну собственно говоря никаких трудностей немножко обгорает с той стороны но проблем нет ничего не все хорошо вышел на жених господа я думаю что это финальный аккорд оживление прошло с большим успехом надо сказать мы сегодня на славу потрудились я сан ивановичем я вообще потрудился ты тканей я забываю берлинская жара берлинская жара дальше пакард отправляется на мойку и очень скоро вы сможете увидеть его это что фильм или сериал 7 серий 7 серий в семи серийным ну не во всех видимо 7 сериях но сможете увидеть в этом фильме и знаете что мы приложили к нему наши заботливые советские руки всем мира добра удачи обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте а и кстати футболочки да я на своей девяточки на сайте blogger shop . нет сейчас видео на экране и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что первое в нашем телеграм-канале вовсю исполняет палыч это первое и второе все наши приключения которые на ютюбе выходят задержки там неделя-две в телеге вы видите уже сразу поэтому обязательно подписывайтесь комментируйте высказывайте свои мысли там у нас есть обратная связь всем спасибо всем удачи до новых встреч пока по карт на мойку блестит и как вы думаете палыч все-таки женится или спрыгнет напишите ваши комментарии пока говорит что женится но мне кажется прыгнет хорошая примета да у нас всегда что плохо это хорошая примета да 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 палыч ты просто на радостях на такому ровно прожать и начнутся проблемы джентльмены это была не комедия это была серьезная техническая серия всех обнял пока